Продолжение следует... В самом начале чата вы видите две полезные ссылки. Первая ссылка ведет на расписание наших вебинаров, в которые вы можете зарегистрироваться, записаться на все вебинары, которые есть в нашем расписании до конца текущего учебного года, то есть до июня 2018 года. Ну и вторая ссылка – это ссылка на наш видеоканал в YouTube, где мы выкладываем все наши вебинары, записи всех вебинаров, в том числе и этот вебинар записывается и будет выложен туда в течение одного-двух дней. Напоминаю, что записи вебинаров за текущую неделю мы выкладываем примерно в четверг, пятницу каждую неделю. Я вижу в чате сразу же вопрос от Марии Николаевны. К сожалению, не все сертификаты, которые вы прислали, открываются. Спасибо за заботу. Мария Николаевна, у нас позавчера-вчера произошел неприятный момент на нашем хостинге, он был взломан и нам пришлось восстанавливать все с нуля. И, к сожалению, сайт мы восстановили быстро, а вот наши сертификаты, они, к сожалению, пропали. Поэтому, если вы сразу не скачали сертификаты по ссылке, которые вам пришли, то сейчас вы это сделать не можете. Если вы пришлете мне список тех, лично мне список тех вебинаров, которые вы посетили, я посмотрю и попробую вам еще раз их выписать. Главное, чтобы это было личное письмо. Но, если вы не знаете мой мейл, напишите мне сейчас в чате, лично в чате, и я вам отвечу. Так, я вижу, что Денис Александрович уже готов к тому, чтобы начать свой доклад. Вот он сделал общедоступными много сегодняшних, не только презентаций, но и некоторые ролики, которые он, видимо, сегодня будет показывать. Так что все могут скачать эти материалы. А теперь, собственно, о нашем сегодняшнем вебинаре. Я очень рад, что мне удалось пригласить Дениса Александровича, который сделает сегодня доклад на тему системы автоматизированного проектирования. Как-то так сложилось, что в нашей Директ-Академии технические темы представлены не настолько широко, как гуманитарные. И вот это один из случаев, когда мы отклоняемся от этой нашей линии. Вот, и я надеюсь, что и дальше будем делать то же самое. Дениса я хотел давно уже пригласить. Ну и вообще сама проблематика системы автоматизированного проектирования, она очень интересна. Вот, надеюсь, что среди наших слушателей вебинара достаточное количество специалистов, которым эта тема интересна. И сегодня мы послушаем Дениса. Ну что ж, а теперь я приглашаю Дениса Александровича включить камеру и микрофон и сделать сегодняшний вебинар. А я, как всегда, буду присутствовать в чате. Добрый день. Добрый день. Надеюсь, меня слышно и видно. Раз, два, три. Я буду стараться говорить погромче. Слышно? Ага, все. Плюсы есть. Отлично. Хорошо. Большое спасибо за приглашение. С одной стороны, вебинары для меня привычная тема. Я действительно много езжу и выступаю по стране с нашими программными продуктами. Но с другой стороны, вот такой вебинар для такой аудитории, которая не погружена настолько, как я, в системы SAPR, мне казалось достаточно интересной темой, потому что есть возможность так отойти чуть-чуть в сторонку и посмотреть на все, чем мы занимаемся, как со стороны. Поэтому я постарался сделать мой семинар, мой вебинар максимально понятным, не перегруженным, может быть, какой-то терминологией. И с другой стороны, я хотел бы показать глубину, которой мы занимаемся сейчас и, надеюсь, каким-то образом возложу интерес у разных людей для того, чтобы понять, что такое SAPR современный, куда мы движемся, как мы движемся, как мы развиваемся и так далее. Вот, собственно, этому вебинар нашу будет посвящен. Наш план лекции будет от истории к современному состоянию. Это такой классический путь. У нас будут вопросы-ответы. Если у вас возникают вопросы в процессе, тоже задавайте их в чат. Я отслеживаю его. И надеюсь, что в процессе у нас сложится взаимодействие. Хотя, конечно, по вебинару очень сложно это осуществить. Надеюсь, что все-таки оно получится у нас. Итак, сначала, что такое проектирование, некое введение в тему проектирования, зачем оно существует, для чего это, как давно это существует и так далее. Вот эти вопросы. Теперь еще кое-как. Вообще, я предлагаю вам оглянуться вокруг и посмотреть на все, что нас окружает. Вот я сижу у себя в комнате вебинарной, я выхожу на улицу, я еду на метро, я еду на автобусе, на машине, лечу на самолете. Захожу в какие-то здания, в торговые центры. Все, что нас окружает, было когда-то кем-то придумано, потом оно было кем-то продумано, а потом было кем-то воплощено. Вот это и есть, по большому счету, суть проектирования. Потому что мы сначала что-то придумываем, потом мы продумываем, как оно будет функционировать, как оно будет построено, как оно должно выполнять задачи свои. А потом должно быть кем-то воплощено. Есть еще один этап, это эксплуатационный, то есть эксплуатировать. То есть в процессе мы построили дом, мы в него заселились, и мы его эксплуатируем. Мы в нем живем. Или мы купили машину, мы ее эксплуатируем. Все это целиком называется некий жизненный цикл. И жизненный цикл сейчас настолько любых изделий, любых объектов, которые существуют, настолько переплетен очень тесно с человеческой жизнью, что, конечно же, вещи влияют на нас, мы влияем на вещи, и вот этот процесс, он как бы бесконечный и идет до незапамятных времен. Вообще, когда нам нужно построить что-либо, нам надо донести мысль о том, что мы задумали, до какого-то другого человека. Потому что, ну, бывает очень редко, когда человек, который придумал, он же это и строит. Ну, может быть, там в древности, когда мы делали себе какой-то молоток или какое-то копье, мы его делали и сами же его потом эксплуатировали. Но сейчас зачастую в современном мире одни придумывают, другие воплощают, третьи эксплуатируют. Так вот, задача, как донести продуманную мысль одного человека к другому, она, конечно же, существовала всегда. И если мы посмотрим в древность, мысль, которую человек задумывал, фиксировали на земле, в простейшем случае на глине рисовали, камни выбивали, на папирусе рисовали, на глиняных дощечках, в пергаменте потом бумага появилась, и так далее, и так далее, и так далее. И вообще считается, что, ну, там исследователи утверждают, что линейка и циркуль, собственно, те инструменты, с помощью которых мысль эту доносят в виде чертежа, они являются одними из самых древних инструментов, с которыми люди когда-либо автомодействовали, наверное, в следующем после молотка и после того же самого копья. Вот я когда анализировал, что здесь можно было бы самого древнего показать, есть такой артефакт в Британском музее хранится, который датируется концом 8-го, началом 7-го века до нашей эры. Это карта, Вавилонская карта мира. Люди нарисовали то, как они видели мироустройство вокруг себя, и на своем языке это описывали, выбили в камни, и сейчас мы можем посмотреть, изучить какие-то из этих вещей, проанализировать. Ну, конечно, рисовали их много, я вот находил еще план Пскова 16-го века, это чаще всего такие чертежи создавались для того, чтобы продумать, как защитить свой город или как организовать свой город. Тот же самый, кто был в Петербурге, наверняка видели чертежи Петра I, Петропавловской крепости в одном из музеев, они хранятся тоже под стеклом, показываются. В общем, чертежи и инструменты создания объектов создавались очень давно. Очень известные механизмы, да, и люди, которые придумывали некие чертежи, они, может быть, не было какой-то такой выделенной специальности. Вот один из примеров – это Леонардо да Винчи, который был и художником, и изобретателем, и придумал огромное количество механизмов, и вообще был такой очень разносторонний человек, умный. В свое время придумал очень многие инструменты, шлюзы, станки для нарезки винтов, шлифовки оптических стекол, и все это он оставил, все это наследие оставил в виде чертежей, в виде рисунков, которые он выполнял в своих блокнотах, которые мы тоже сейчас можем изучать и анализировать, и работать с ними. Но вообще, конечно же, современный мир, он чуть-чуть изменился, и мы, когда мы говорим о проектировщиках, когда мы говорим о системах проектирования, мы, конечно, там в первую очередь, наверное, у многих встает в голове кульмана, то есть это комнаты, в которых доски, за которыми люди сидели, рисовали с помощью карандаша того же самого циркуля, той же самой линейки, что-то чертили, выполняли какие-то чертежи, они были чаще всего в белых халатах, и вот чем они занимаются, очень было сложно понять. Ну вот это один из таких примеров, такие проектировщики могли сидеть и в маленьких комнатах каких-то, вот мне тоже интересно было такой двухэтажный вариант кульмана смотреть. Были целодельные специальности копировщики, которые создавали копии чертежей, были люди, которые изобретали, но вот еще мне очень понравился вот этот чертеж, это, по-моему, генплан Самары люди вычерчивают в таком вот лежачем положении, там уже чертежи большие, когда мы говорим о землеустройстве, и работы, конечно, возникает много, но все те же самые инструменты, линейки, карандаши и так далее, и так далее, и так далее. Вообще вот несколько интересных фактов из области САП, не знаю, насколько они будут вам интересны, надеюсь, будут интересны. Ну вот есть такое слово «рейсшина», вообще оно произошло от названия немецкой фирмы «рейс», которая производила в свое время чертежные инструменты, «рейсшина» — это вот эта вот линейка, которая ползает у нас по плоскости доски, на которой мы вычерчиваем наш чертеж. За счет того, что можно было откладывать различные углы, можно было очень четко, быстро, точно выполнять чертежи. Вообще в черчении очень много странных словечек, странных в кавычки. Ну, все мы, наверное, знаем слово «готовальня», хотя, не знаю, может, уже современное поколение забывает это слово, но были еще «готовальня» разных типов, например, были тип У — универсальная, Ш — школьная, КБ — это конструкторская, К — копировальная «готовальня», то есть «готовальня» еще собирающая в себе инструменты, специализированные по каким-то направлениям. Ну, такие слова, как «циркуль», «рейсфейдер», «тубус», «кульман», «ватман» — это все вот, в общем-то, такие специфические, узкоспецифические слова, которые мы используем в своей работе, ну, точнее, использовали. Сейчас уже, конечно, меньше, например, про «рейсфейдер» говорим, да, но «кульман», при этом «ватман» — это такие достаточно понятные слова. Еще один момент. Я недавно был в музее истории «Мосэнерго», и, вот, например, с интересом увидел вот такую карту. Электрификация Москвы, она началась в 1897 году, охватывала пока центр города, а вот в 1910 году уже охватывала где-то до пределов Садового кольца электрификация нашей столицы. Так вот, я могу похвастаться, или, по крайней мере, там, рассказать о том, что мне как-то в свое время попадался чертеж. Он датировался примерно 1932 годом. Это электрификация Тверской улицы города Москвы. Мне его принесли в начале где-то двухтысячных. Мы его восстанавливали, потому что он был выполнен тушью, цветом на таком, даже это не бумага, не пергамент, а ткань, на тканевой такой основе. И визуально он выглядел как произведение искусства, потому что когда ты на него смотришь, это вот прям вот эта точность, с которой она была все начерчена, такой любовью и аккуратностью. И самое, что интересное, этот чертеж был нам принесен не для того, чтобы мы полюбовались им, а это был рабочий чертеж, и нас просили его каким-то образом растиражировать, потому что этот чертеж остался в одном экземпляре. Его принесли в специальном тубусе, в котором было сложно его порвать или повредить каким-то образом. Когда его доставали, оттуда надевали перчатки, чтобы лишний раз не повредить носитель, на котором этот чертеж был выполнен. И, да, калька на тканевой основе, да, вот мне подсказывают в чате. И это было действительно очень интересно, прикоснуться к этой истории. В начале 2000-х он был по-прежнему актуален, потому что многие вещи, многие участки Тверской, которые были заложены на тот момент, ну, получается, в 1932 году, были заложены в качестве проектных, они в 2000-х функционировались и эксплуатировались. Я, правда, не знаю, может быть, сейчас Собянин уже Тверскую перестроил, и, соответственно, эти чертежи уже менее актуальны. Но вот тот факт, что чертеж прожил практически 70 лет, это меня впечатлило, конечно, впечатлило в тот момент. Еще один момент. Это мы недавно видели в интернете, увидели, ребята обсуждали с интересом скриншот с чертежа. Синьки, так называемые. Там были фразы «дыры» для болтов, да. Чертеж ориентировочно был 49-го года, но вот для проектировщиков фраза «дыры» для болтов, оно режет очень сильно слух, потому что мы всегда уже сейчас используем слово «отверстие». А меня, например, сразу же обратило внимание то, что тексты выполнены по ГОСТу. У нас в 68-м году был введен стандарт на выполнение чертежей, в том числе использование шрифтов. Вы эти шрифты тоже, скорее всего, знаете, потому что, особенно кто в школах учился, был в свое время такой предмет черчения, вот мы эти буквы всегда на уроках черчения вычерчивали. Они были придуманы в 68-м году, и мы их тоже до сих пор используем на своих чертежах. И сейчас требуем от системы САПР, чтобы эти чертежи выполнялись ровно по этим стандартам. Еще один факт, который, не знаю как вас, а меня в свое время достаточно серьезно поразил, это то, что на самом деле все очень достаточно сильно усложнилось. То есть если Петр I в свое время рисовал чертеж Петропавловской крепости в виде одного листа, и он сейчас хранится в музее, то сейчас, конечно, любой дом современный, даже вот такой вот небольшой коттедж, который сейчас приведен на экране, это огромное количество специальностей, работающих вместе, начиная от изысканий, то есть изучения, что у нас находится в земле, под землей, внутри. Нет ли там каких-нибудь воздушных проемов, провалов, пещер, воды. Генплан, это благоустройство территории, где у нас будут дорожки проходить, где у нас будет дом стоять, где у нас будут лавочки стоять и так далее. Архитектура, внешний вид, представление здания, но вот в данном случае мы видим там трехуровневый дом, такой кубической чуть-чуть формы, с красивым светом, большими окнами, с плоскими террасами, ну вот, для южных широт, наверное, очень интересный и красивый проект. Конструкция, то есть конструкция, это как задача отвечать на вопрос, как построить этот дом. То есть одно дело мы его придумали, мы организовали пространство, за это отвечает архитектор, художник, фактически можно сказать. А конструктор, это человек, который практик, он хочет знать, из каких балок этот дом будет стоять, из какого бетона он будет заливаться, чтобы он долго простоял, как он будет, не будет ли он под воздействием внешних условий разваливаться, разрушаться и так далее. Это его задача, он эту задачу решает. Но вообще других специальностей очень много, инженерных специальностей. Электрик, мы все, любой дом наполнен электричеством, наполнен светом, и без этого раздела нам было бы очень неуютно в зданиях. Безопасность, это системы доступа, это видеонаблюдение, это контроль за доступом периметра, например, дома. Это связь, общение с миром, у нас есть телефоны практически у всех в домах, существует интернет, если мы говорим о жилых домах. Это вентиляция, нам бы хотелось бы дышать свежим воздухом, незагрязненным, очищенным внутри нашего дома. Отопление в условиях России это очень важный раздел, особенно, когда мы попадаем в северные районы, или, например, наоборот, в южные, то нам нужно либо отопление, либо кондиционирование, для того, чтобы в наших жилищах было удобно жить. Водоснабжение, канализация, и многое, многое, многое другое. Вообще, по ГОСТу, у нас, опять же, если возвращаться к стандартам, то любой проект может охватывать до 40 специальностей разных видов и разных уровней уточнения, но обычный дом, обычный проект, это где-то 15 специальностей. И тонкость заключается в том, чтобы, опять же, донести мысль. Каждый из этих специалистов делает свое какое-то, продумывает здание со своей точки зрения, а дальше эту мысль должен донести до тех же самых рабочих, которые это все будет строить, или снабженцев, которые будут закупать оборудование под этот дом, они должны разработать так называемую проектную документацию. И по самым скромным оценкам это от 10 до 100 листов. Это такие скромные оценки, на самом деле, по каждой специальности, а другими словами, если мы начнем говорить, то это как минимум 150 бумажных листов разных форматов от А4 классического до А0 формата согласованной информации. Все эти листы должны содержать одинаковую информацию и не противоречить друг другу. Вот в этом, собственно, по большому счету, ключевая задача любого проектировки. Создать такой проект и потом донести так мысль до строителей, до эксплуатационщиков, до логистов, до руководства, в конце концов, которое оплачивает заказчика, который оплачивает этот дом, чтобы вся информация была согласована, чтобы она друг другу не противоречила, чтобы не получалось так, что мы заказали один тип окон, когда их привезли начали ремонтировать, они не встают на это место и нужно заканчивать, заказывать новые, эти непонятно куда девать и так далее. То есть, все вот эту информацию как раз и занимаются, обслуживанием этой всей информации занимаются, проектировки. И самое, что интересно, что чем крупнее проект, тем больше информации, с которой мы владеем. Ну вот сейчас на экране я вывел пример башни Зил. Это на территории бывшего завода Зил. Сейчас пройдет реконструкция, реструктуризация этой территории. Будет построено огромное количество офисных центров и в том числе будет построен вот такой жилой комплекс. Такая жилая башня, она является доминантой на этой территории. Она мало того, что красиво выглядит и необычно в виде вот такого куба в центре здания, например, или фасадов полузакрученных, но еще, конечно же, она содержит огромное количество информации о том, как это должно построено быть, какими коммуникациями это должно быть наполнено, как она выдерживает ветровые нагрузки, как она выдерживает сейсмические нагрузки и так далее, так далее, так далее. Огромное количество информации. Даже если представить, что там 98 этажей и каждый этаж хотя бы в одном виде представлен, а вообще на самом деле он представлен в вариантах 10, наверное, 20, то вы понимаете, что объем информации, который существует вокруг современных объектов, современных зданий, он громадный, просто громадный. А если мы начнем говорить о таких объектах, как промышленные объекты, которые еще связаны, например, с безопасностью, потому что если у нас вдруг на химпроизводстве произойдет разрыв каких-то оборудования в связи с тем, что мы подобрали некие трубы, то это может быть не просто дорого, такие аварии, но и опасно для жизни большинства людей, которые живут там для природы, для человека в целом. И современный промышленный объект, это не просто технологии, это не просто решение задачи, это еще огромное количество проектных решений, которые используются внутри этих проектов, или, например, использование контрольно-измерительных приборов, то есть роботов, которые контролируют это производство, контролируют состояние текущих зданий, текущих объектов и так далее. И если мы будем дальше смотреть по всем областям, куда бы мы ни посмотрели, сколько информации в современном самолете. По сути, это огромный робот, который функционирует как один живой организм, весящий громаднейшее безумное какое-то количество килограмм, при этом летающий, выполняющий фигуры высшего пилотажа и управляющийся фактически одним человеком. Это в какой-то степени гениальное устройство. Если мы посмотрим на корабль, то это фактически плавучий город, который перемещается, должен жить в агрессивной среде соленой воды или ветровых нагрузок, штормовых различных, в условиях цейтнота, в условиях стресса и выполнять свои задачи. Как боевые, например, в данном случае у нас боевой корабль, так и какие-то исследовательские, потому что корабли приплывают в Антарктиду, корабли бывают на экваторе, корабли погружаются под воду вниз и точно так же должны функционировать и обладать какими-то функциональными действиями. Еще один пример такой я вам приведу. Это современные гидростанции, гидроэлектростанции. Они вроде бы внешне смотрятся ничего особенного. Подумаешь, какая-то стенка между двумя двумя скалами натянута. Но, с другой стороны, это очень сложное техническое сооружение, которое, мало того, что выполняется в условиях, строительство ее выполняется в очень сложных условиях. Горных, чаще всего, связывая две среды, даже три среды, камень, вода и воздух между собой. так еще и само по себе это достаточно элегантное решение, потому что за счет компенсации, за счет продуманных устройств, эта плотина сдерживает громаднейший вес воды. Смотрите, с одной стороны здесь огромное водохранилище, которое давит на эту стенку, с другой стороны 200-метровая пропасть, в которую эта вода стремится попасть. И разделяет их между собой воду и и воздух плотина толщиной всего 6 метров. И это действительно, когда ты попадаешь на эти объекты, это очень поразит, это очень впечатляет, как человеческая мысль работает, насколько глубоко работает. И поэтому, вот, наверное, я еще раз приведу такую картинку. Меня всегда умиляет картинки сейчас, как люди в свое время, работая в больших коллективах, умудрялись создавать такие сложные проекты. Потому что, если сейчас подумать, то, конечно, все современные устройства, все современные электропротины, те же самые ракеты, которые у нас отправляются в космос корабли, они были созданы обычными людьми с помощью линейки, бумаги, карандаша. Вот примерно вот в таких вот позах они стояли, может быть, только больше комнат было, в которых они работали. И, собственно, они занимались проектированием вот таким образом. Так что же такое система автоматизированного проектирования, зачем они нужны. Я думаю, что, в общем, достаточно это тоже понятно, но чуть-чуть сделаю такой акцент. Конечно же, все начало меняться, и, с одной стороны, проектирование классическим способом, оно позволяло добиться многих результатов, но, с другой стороны, конечно же, были ограничения, потому что огромное количество работы, огромное количество труда, времени, которое люди тратили на создание подобных объектов, сложных объектов, с помощью бумаги и линии карандаша. А требования все больше и больше возрастали. Все больше и больше всего хотелось лучшего, качественного, более интересного, удобного и так далее. И все, конечно, начали очень сильно менять компьютеры. Я сейчас напомню, что в 1941 году были придуманы два компьютера Mark I и Z3. Тут, кто был первый, это большой вопрос. Одна была американская система, другая была немецкая система. разработанная. Но, конечно же, это были огромные, на тот момент необычные, непонятные устройства, которые занимали громаднейшие комнаты, на которых происходили некие вычисления. И подобные компьютеры, конечно же, начали двигать мысль в направлении, нельзя ли использовать вот эту мощь для проектных деятельностей. Тогда еще не было понятия мониторов, тогда не было еще понятия печати, были перфокарты, общались люди через кнопочки, через нули и единицы с этими устройствами, но считать, по крайней мере, они уже могли. И одни из первых компьютеров, которые, собственно, использовали для SAPRA, для систем проектирования, это помощь в расчетах. То есть люди занимались анализом для работы для анализа тех моментов, которые люди продумывают. Тут возник вопрос, можно ли мои материалы использовать в учебном процессе. Я их раскрыл? Да, можно. Так, компьютеры. И, конечно же, все изменилось, все достаточно быстро, так не парадоксально. Я вот лекцию свою начинал с того, что мы начинали, люди начинали проектировать еще в Древнем Египте до нашей эры. А здесь за каких-то 40 лет ситуация настолько кардинально изменилась, что мы ушли от компьютеров, занимающих целую комнату, пришли к устройствам, которые у нас помещаются уже в ладони, а то и в кармане. Я говорю сейчас о телефонах. Вот, где-то в 1981 году компания IBM выпустила персональные компьютеры PC, модели 5150, который стоил каких-то полторы тысячи долларов, который был очень прост, который можно было поставить себе на стол, в котором было целых 16 или 64 килобайта памяти. И это был такой бум, что зато за первый же год продали более 130 тысяч устройств. Конечно же, компьютеры начали использовать в различных областях, бухгалтерия, те же самые текстовые наборы информации. Ну и, конечно же, люди, которые занимаются проектированием, не могли пройти мимо такого устройства и начали анализировать и выпускать первые системы. Ну, конечно, это была в первую очередь разработка чертежей. PC-компьютерах программный продукт автокад один из первых программных продуктов. Их много было, на самом деле, появилось на тот момент. В 1984-м, в 1986-м начали появляться новые классы программ, которые позволяли чертить. Какие преимущества это все давало? Ну, мне кажется, здесь достаточно очевидно, что это дает пользователям. Как минимум, это дает возможность очень быстро менять, модифицировать эти чертежи, очень быстро это дает возможность тиражировать чертежи, потому что из компьютера выпустить один или сто чертежей, это без разницы. А человек, который чертит на бумаге, ему, конечно, сто листов вычертить, это существенный труд. Поэтому достаточно быстро компьютеры начали применяться и саппорт-системы начали применяться в проектировании. И сейчас, если говорить кратко, что такое саппорт-система автоматизированного проектирования, это проектирование с помощью компьютеров и специализированных программ. То есть, некий комплекс аппаратный в виде компьютера и программный в виде софтвера. Единственное, что я хотел бы вас предотеречь от такой фразы, система, очень часто саппорт, почему-то люди расшифровывают как система автоматического проектирования. Это неправильная фраза, не автоматического, а автоматизированного. Вот тонкость маленькая, лингвистическая, но существенная. Автоматическая, это значит, за вас кто-то работает. Это значит, что за вас работает робот. Автоматизированное, это когда у вас есть помощник, когда вам помогают, автоматизируют вашу работу. Так вот, все современные саппорт-системы это не чудо. Это не кнопка красная, на которую нажал и получил хорошо, получил новый проект. Нет, это любая саппорт-система современная, это прежде всего инструмент, с помощью которого чуть лучше, чем молотком, линейкой, карандашом и циркулем, но все-таки надо работать и проектировать, и думать. Если вы сейчас наберете в интернете запрос на тему саппорта, вы получите огромное количество различных скриншотов, различных областей применения, у вас будут вот такие картинки в виде трехмерных каких-то моделей, у вас будут чертежи двухмерные, черно-белые, у вас будут вот такие вот здания, раскрасленные разными цветами, это прочностные расчеты, расчетные системы различные, в данном случае поколера, саппор, у вас будут, может быть, вот такие вот нагромождения чертежей, и это не что иное, как печатные платы, проектирование саппыт, для проектирования печатных плат, у вас, может быть, даже возникнут такие вот примеры, когда вы можете сейчас просматривать чертежи уже на планшетах, на устройствах, я чуть поподробнее тоже это затрону, чуть дальше, но вот эта схема, что вы, саппром многообразен, это действительно так, я сейчас попробую чуть-чуть тоже структурировать это в головах у вас, но, вот то, что я хотел бы точно констатировать, вот, пожалуй, сейчас, когда говорят о проектировании, говорят прежде всего о системах автоматизированных проектирования, потому что сейчас, конечно, уже невозможно проектировать без использования компьютеров, очень редко, когда люди используют кульман, или очень редко, когда люди используют бумагу, карандаши и эластики, может быть, где-то для каких-то частных случаев, но любой серьезный проект, конечно, уже требует наличия, как минимум, двухмерной системы черчения, а то и, конечно, трехмерное моделирование, позволяющее анализирование, рассчитывать и так далее. Потому что современные проекты это прежде всего огромные объемы данных, которые должны быть согласованы между собой. Современные проекты это некая смелость, это некая свобода проектирования. У нас сейчас такие здания закрученные, такие формы у этих зданий, такие машины красивые, что, собственно, используя старые классические методы, конечно, подобные вещи очень сложно достичь. И в какой-то степени, это тоже идет такой сейчас спор, что первичного, архитектура как искусство или проектирование как проект. И многие архитекторы говорят, что люди должны сначала научиться свободно придумывать форму, архитектуру, а потом это воплощать в САПО-системах. А многие говорят, что наоборот, современные САПО-системы уже сейчас определяют современный облик наших зданий элемент, объекты и так далее. это вот такой спор философский, который сейчас также присутствует в САПО-сообществе. Но то, что без компьютера сейчас уже, пожалуй, невозможно, мне кажется, уже это факт. Хотя, вот я в 97-м году где-то начинал с этим системам проектирования после института, тогда еще были споры, что я на Кульмане быстрее вычерчу, у меня больше свободы, я могу более смело что-то придумывать. Ну, сейчас уже не так. Уже сейчас все придумывается на компьютере. Тонкость заключается в том еще, что САПО-сообщество и системы проектирования это достаточно разнообразная штука. Сейчас существует огромное число специальностей и архитектура. Она делится, может разделиться как минимум на две части. Гражданское, общественно-гражданские здания и промышленная архитектура, заводы, какие-либо перегонные станции, хранилища и так далее. Конструктора бывают тоже разные специальности. Кто-то специализируется на проектировании бетонных конструкций, кто-то металлических, кто-то обожает дерево и строит дочи и строит дома деревянные для как частного использования, так и большого. Инженеры разных специальностей электрики, интеллекционщики, киповцы, землеустройства, изыскания, рельеф, генплан, дороги разных типов, автомобильные, железнодорожные. Все это требует некой специализации, все это требует некое погружение в область. И вот это погружение, оно может быть бесконечное. Даже самое машиностроение, вроде бы говорят, машиностроение, но если сейчас проанализировать, у нас есть и автозаводы, и танкозаводы, и авиазаводы, и суда, и робота, и ракета, и прибора, и так далее, и так далее, и так далее. Огромное количество областей, которыми я много раз пытался некая структура, структуризацию выводить, очень сложно, потому что и появляется что-то новое, те же самые электроника сейчас очень сильно развивается в разных направлениях, те же самые современные технологии могут уже существующую технологию существенно модифицировать и родить новый образ проектирования, новый тип проектирования, например, изыскания, если раньше очень часто люди ходили в поля, так называемые геологи, которые с палатками ходили, изучали строение земли, то сейчас современное лазерное сканирование как конкурирующая технология, например, применяется при аэрофотосъемке, может, правильно не назову, гамма-сканирование через самолеты, просто пролетая на территории, можно очень многие вещи уже узнать непосредственно, не прикасаясь к земле. И так далее, так далее, так далее. Огромное количество специальностей со своими терминологиями, со своими языком, со своими традициями, например, я с интересом попадал, когда в проектное подразделение, например, РЖД, российские железные дороги, то я видел, что это прям отдельное государство, отдельный мир со своими научными институтами, со своими проектными школами, со своими течениями, конкурирующими технологиями, которые они тоже у себя развивают. То же самое происходит примерно в Росатоме, атомная промышленность, проектирование электростанций, и будет, знаете, наверное, сейчас новое поколение электростанции выпускается под Воронежем, вот сейчас запустили ее. Роскосмос это отдельный мир со своим производством, со своими идеями, математикой, анализом, расчетами и так далее, и так далее, и так далее. И, в принципе, если взять любую специальность машиностроения, любую специальность, вертолеты, самолеты, вы получите некую собственный мир, в котором люди живут и анализируют и пытаются продумать, как это проектировать лучше. И вот тут как раз я хотел бы приступить к такому анализу, а какие межсапры будут в будущем? Что нам внутри программных продуктов будет заложено или как мы будем проектировать в будущем? Очень часто этот вопрос задают, очень часто пытаются предугадать, куда это все будет двигаться. И тут я в какой-то степени начинаю занимать консервативную позицию. Когда мне говорят, как мы будем проектировать через 5 лет или через 10 лет сделать такую реструктуру, я всегда говорю, так же сейчас. Как бы это парадоксально не звучало, я думаю, что я рассказал о том, что компьютер нам все помогает, развивает и так далее, я думаю, что классическое черчение, оно все равно будет, будут в том числе и бумага, хотя мы где-то в начале 2000-х, когда начали развиваться плотеры, как устройство вывода информации, нам говорили, что бумага скоро умрет, что не надо будет бумаги. но сейчас закупка бумаги для проектных институтов это по-прежнему одно из самых существенных статей бюджета любой проектной организации. И вообще САПР, я считаю, что одна из самых консервативных антиобластей. То есть, когда мы с интересом смотрим на то, как происходит изменение операционных систем, какой бум в интернете происходит, какие появляются там 3D-печати, плотеры и подобные вещи, мы на это смотрим, но так с осторожностью, потому что мы понимаем, что любое внедрение новых IT-технологий внутри САПР это года, это анализ, это скорее уже внедрение отработанных технологий, но все-таки, несмотря на это, я считаю, что мир, конечно, нас будет менять очень серьезно и проектирование будет меняться. Поэтому вот начну с того, что мы консервативны, а с другой стороны давайте посмотрим, какие тренды существуют. если опять же укропнять, очень сильно укропнять, то сейчас существуют две технологии, которые в какой-то степени друг с другом воюют, они антагонисты. Это технология 2D-проектирования и технология 3D-проектирования. 2D-проектирование это в какой-то степени понятно. Это электронный кульман, это работа с линиями, дугами, окружностями, но отличается от 3D-проектирования, чем оно отличается? от 2D-проектирования. Но на мой взгляд, ключевое отличие здесь заключается в том, кто чертит. Мы бумагу рано или поздно все равно должны получить. Двухмерный чертеж мы должны получить, по крайней мере, в текущее состояние, при текущем IT. Но вот начертить эту бумагу можно по-разному. Ее может начертить человек, вкладывая туда мысль, вкладывая свою идею. И есть целый класс людей, которые говорят, что машина никогда не сможет научиться так же чертить, как человек. А есть класс людей, которые говорят, что неправда все это, машину можно научить чертить, и она будет действительно делать что-то разумное, да еще и получше человека. Быстрее, качественнее, точнее, без обмана, умышленного или неумышленного. Вот это такой философский вопрос в какой-то степени. Я считаю, что все-таки роботы и машины помогают. И если мы не противопоставляться будем машинам, а брать их к себе в союзники, тем более, что машины пока еще не настолько интеллектуальны, как показывают в фантастических фильмах, можно добиться действительно гораздо более качественного результата, чем используют традиционные стандартные методы. Я вот чуть-чуть продемонстрирую две видеодемонстрации преимуществ трехмерного трехмерного проектирования. И вот сейчас покажу вам первый ролик. Он называется автоматизированное черчение. И чуть-чуть покажу, когда я говорю о том, что он маленький, коротенький ролик. Надеюсь, вы его сейчас видите. Он на примере здания и говорит о том, что создав трехмерную модель, нашего объекта, можно, нажав на кнопки построить разрез, например, и из него система, проанализировав геометрию вашего здания, вычертит какое-то представление этого здания в соответствии с какими-то правилами. И дальше вам нужно учить, по каким правилам эту систему вычерчивать. Вы правильно пишите, что в машину заложишь, что и получишь. Но закладывать тоже можно разное. Можно ее учить, чтобы она чертила по западным стандартам ИСО, по нашим стандартам либо по каким-то новым стандартам, нового поколения, которые тоже справедливо, чтобы они были. Но вот эта возможность того, что вы фактически не занимаетесь черчением, то есть вот в системах трехмерного моделирования вы поэтажные планы, фасады, разрезы никогда не будете чертить руками. Они должны, по идее, сгенерироваться, создаться из модели самостоятельно. Я в данном случае это показываю на примере архитектуры, но это справедливо для всех областей. Без разницы. Если вы проектируете машиностроительную деталь, у вас из машиностроительной детали будут генериться чертежи. Но и не только чертежи, на самом деле, когда я говорю о материалах, которые мы выпускаем из трехмерной модели, это может быть все, что угодно. Это может быть таблица какая-то, это может быть какие-то пояснительные записки, как этот объект выстраивать, делать. Это могут быть какие-то презентационные видеоролики, это может быть все, что угодно сейчас. Я в данном случае не концентрируюсь только на классических чертежах. А вот второй ролик, который я хотел показать, это то, второе ключевое преимущество, которое есть у трехмерного проектирования. Это то, что вот эти все чертежи связаны между собой. если я сейчас, например, возьму поэтажный план и разрез, положу их рядышком и дальше начну изменять что-либо на поэтажном плане, например, удлиняю наше здание, то по идее разрез должен меняться автоматически. Он же вычерчивался программой, значит, логично, что он изменился. Опа, а у меня как раз на видеоролике почему-то при загрузке не изменилось. Теоретически должна была измениться, передвинуться, там последние кадры почему-то не загрузились, меняется поэтажный план, за ним меняется фасад. Но это меняется все на самом деле, это справедливо ко всему. Если я, например, вышел на фасад и поменял окно, было одностворчато, сделал двухстворчато, оно должно поменяться везде. Оно должно поменяться на плане, оно должно поменяться спецификации, которые я заказываю, оно должно поменяться везде. Если я добавил новую стенку, разбил помещение, то я не только его разбил на поэтажном плане. Но у меня и разрезы поменялись, у меня объемы помещений поменялись, у меня отделка стен поменялась и так далее, и так далее, и так далее. И все пересчиталось. Вот в этом как раз идея, ну, то, что называется сейчас BIM, информационное моделирование, или точнее трехмерное проектирование, когда вы не занимаетесь вычерчиванием, а занимаетесь проектированием именно объектов. Это, конечно же, ускоряет в разы, ускоряет работу у людей, и если посмотреть, вот очень часто тоже идет конкуренция, вернее, вопрос у людей, а зачем мне создавать трехмерную модель, это очень долго, это очень много сил. Да, вот мне опять же пишут сейчас в чат, что 3D-модель все равно должны построить грамотно, она должна быть точной. Я согласен абсолютно, это действительно такой процесс. Но вот по опыту, вот смотрите, график сейчас на экране вывожу, я попробую идею, там нет никаких точных цифр, я в данном случае сейчас так эмоционально чуть рассказываю. Любое проектирование состоит из трех этапов. Концепция, проектирование, документирование. Концепция, это мы придумали. Мы хотим вот примерно вот такой здесь себе частный домик на три семьи, двухэтажный, чтобы было барбекю рядышком. Потом проектирование. Это когда мы начали уже, собственно, проектировать наш объект. Когда мы начали продумывать его, какой формы будет барбекю, какие комнаты, сколько спален у нас будет и как далее. Мы начинаем проектировать. И документировать это, когда мы начали оформлять документацию, потом для строителей. Ребята, привезите мне столько-то дверей, мне нужно столько-то окон, мне нужно столько-то одна барбекю, опять же, которую поставить потом у себя на веранде поставлю в эту точку. Она должна быть в каких-то размерах. То есть это уже документирование прошло. Так вот, смотрите, при классическом проектировании, при классическом черчении, без разницы, мы пользуемся сейчас автокадом, мы пользуемся сейчас бумагой или мы пользуемся системами а-ля автокад. У нас на стадии концепции будут немножко чертежей, поэтому мы очень быстро можем как карандашом, эскизом набросать идею нашего здания, не создавая трехмерной модели, и очень быстро к нему его решить. Но, ну, как-то определиться с тем, что мы будем строить. Но, если мы перешли на этап проектирования, нам нужно очень много создавать документации. И если она не связанная между собой, мы нарисовали первый этаж, мы нарисовали второй этаж, мы нарисовали фасады, 4 штуки, мы нарисовали 5-6 штуки, мы нарисовали 6 разрезов. Дальше мы начали смотреть, потом, ой, тут таких материалов нет, такое-то окошко не очень красиво смотрится, давайте мы изменим. Нам нужно будет все эти изменения, если мы вручную это все выполняем, протащить по всем нашим чертежам. То есть, если у нас образовалось, ну, условно я сейчас назвал, 20 чертежей, то окошко, если мы двухстворчатое заменили на одностворчатое или наоборот, или сделали его шире или выше, или дверь новую добавили куда-либо, нам надо не забыть по всем чертежам согласовать эти изменения. Это классика. И это затраты очень большие времени, временные. Когда мы строим трехмерную модель, мы, да, вначале, на первом этапе концепции нам нужно затратить время за то, чтобы построить красивую, грамотную трехмерную модель. Но в процессе создания такой трехмерной модели у нас продумывается очень много вопросов. Мы продумываем, как это увязывается одно с другим, мы продумываем, какие мы объекты будем использовать. И если вдруг что-то изменяется, мы поменяли двухстворчатую дверь на одностворчатую, или межкомнатные двери сделали не распашные, а а-ля купе, то это у нас меняется везде. И вот уже на этапе проектирования нам изменять документацию гораздо проще, гораздо меньше. А уж на этапе, когда мы заказываем спецификации, например, привези мне столько-то дверей, мне нужно только распечатать из моего проекта таблицу и попросить ее оценить, приложить к ним цены, чтобы пойти оповести. Вот в этом ключевой повод по опыту. Подобная технология, конечно же, внедряет, ускоряет процентов на 20-50. Это тоже не точная цифра, никто не сидел с секундомером, не замерял. Меняется вообще класс проекта, меняются принципы, очень много всего меняется. И вот этот подход, конечно, он совершенно по-другому выводит на совершенно другой уровень проекта. Совершенно по-другому позволяет на это все взглянуть. Хотя, конечно же, без сомнения, трехмерное проектирование требует гораздо более высокой квалификации специалистов. Потому что если на черчение я могу посадить в принципе любого студента, просто ему рассказав, что нужно чертить, и он по институтской программе, зная институтскую программу правила оформления чертежей, может дальше сесть и чертить, то, что я попросил, то при трехмерном моделировании, конечно же, нужно иметь как минимум компьютеры хорошие, мощные, как максимум еще и знание, как ориентироваться в трехмерном пространстве и уметь управлять этими всеми объектами, и вообще взаимодействовать, создавать действительно интересные формы, интересные объекты и так далее, и так далее, и так далее. Квалификация требуется больше. Но вот в этом, мы как раз даже на этом слайде, мы сейчас в чате уже начали друг с другом спорить, а что лучше, 2D-проектирование или 3D-проектирование. Я и говорю, что это сейчас одна из самых ключевых разграничений всех саппор-систем. И дальше саппор-системы, вот примерно, я сейчас вывел на экран разные типы, я не претендую на полноту, мне кажется, это одни из самых используемых у нас в стране, в России некие системы. И если посмотреть, то я их разделил, весь рынок всех саппор-систем на две части. Универсальный саппор, только там с ошибочкой, саппор, конечно же. Чаще всего это 2D-системы. И здесь их есть некий набор, одна из самых популярных автокад, но кроме автокада есть еще и другие решения. И специализированные саппоры, которые занимаются 3D-проектированием. Почему специализированные саппоры появляются? Потому что, как я уже говорил, саппоры очень сильно зависят от терминологии. Когда мы работаем с 2D-черчением, нам не нужно владеть терминологией. Мы просто проектируем линиями, дугами, окружностями. Они могут быть любые. Информацию, интеллект мы туда закладываем на уровне понимания чертежа. А если мы хотим заниматься трехмерным именно проектированием, я сейчас расскажу, чем отличается 3D-моделирование от 3D-проектирования, то, конечно же, нам нужно обучать саппор-системы еще и предметные области, специальности. И поэтому они очень часто все разбиваются на разные предметные области. Как минимум машиностроение строительства, ну и строительство будет еще на гражданской промышленности, как минимум, это минимальное разбиение. Есть еще и более, конечно, узкоспециализированные разбиения, потому что есть, например, софты для проектирования электрики, есть софты для проектирования дорог, есть софты для проектирования земли и так далее, так далее, так далее специализированные. Вот есть пространство. Тут еще бы хотел чуть-чуть подсветить импортозамещение. Ну, модная сейчас тема тоже, о ней много мы рассказываем, много общаемся и на уровне правительства, на уровне проектных организаций. Первый вопрос всегда возникает, а только ли западные системы, есть ли что-нибудь российское? Вот здесь я хотел бы вас всех порадовать, что называется. Потому что, в принципе, российская проектная школа достаточно, на мой взгляд, сильная сейчас. Мы достаточно много знаем, мы достаточно много оперируем. У нас был какой-то период времени, когда мы, конечно, привносили сюда западные системы, но в силу того, что IT на тот момент, опять же, вспомните, 90-е, 2000-е, мы все были прозрачны друг к другу, мы очень любили обмениваться технологиями и восхищались с удовольствием технологиями. Но как только возникла сейчас санкционная тема, как только возникло понимание того, что технологии, западные технологии могут лишить нас некого конкурентного преимущества, наша мысль забилась, и мы начали создавать свои российские саппорт-системы, заточенные под наши стандарты. Ну, в частности, это наша компания, на Накат, разрабатывает программу продукта Накат, это конкурент программам продукта Автокат. Но и другие компании, Ascon, Compass Graphics, разрабатывает Ренга сейчас для архитектурного проектирования, появилось новое решение. Model Studio, компания CISO Development для проектирования промышленных объектов, сложно, тоже с них сейчас расскажу. Несколько машиностроительных систем, таких как Tiflex, Compass 3D, они все разные по цене. Вот тут тоже как раз мне тоже подсказывают в чате, что цена разная. Для типового проектирования универсальной саппорт-системы подойдут, без проблем. Да, я абсолютно с этим согласен, я в данном случае сейчас не вывожу ничего. Цены разные абсолютно, очень сильно различаются. Например, такие системы, как Avia, ну вот Tecla, например, поточнее знаю, Tecla это программа-продукт для проектирования металлоконструкции. То есть, например, представьте себе градирню, она вся состоит из тавров, двутавров, больших размером с многоэтажный дом, с болтами. И вот для проектирования подобной системы, ну для таких подобных объектов, нужна специализированная система. Вот Tecla одна из самых лучших систем. Финская была в свое время система, сейчас ее купили и американцы приобрели и полотно. Так вот, там стоит стоимость рабочего места, это 1 миллион рублей за рабочее место. Это очень безумный день. Конечно же, специалисты, которым такое приобретают, это очень, очень, ну, свои классные специалисты должны быть. В то же самое время, тот же самый наш накат двухмерный для выполнения обычных стандартных чертежей стоит от 10 тысяч рублей за рабочее место. То есть, здесь диапазон разброса очень сильный. Если, чем более узкоспециализированный программопродукт, тем дороже он стоит, в силу того, что в него заложены какие-то узкоспециализированные задачи и конкурентов мало. Чем более универсальная, тем более дешевая система, но тем меньше автоматизация она дает. В общем, на любой цвет и кошелек, и, собственно, все задачи, которые сейчас занимаются люди, это как раз подбирают себе наиболее удобный инструмент для своей текущей работы, решения своих задач. Дальше пойдем. Вот теперь я хотел бы прийти к неким фундаментальным технологиям, которые сейчас будут влиять на САПР-систему. Вот я говорил, что САПР – это консервативная область, что мы, по большому счету, как чертили, так и можем дальше чертить линией другими окружностями или бумагой и карандашом. Ничто с этого не произойдет, ничего плохого от этого не произойдет, ну, медленнее будем. Ну, в условиях веков это не принципиально. Но в то же самое время, конечно же, сейчас IT-технологии сами по себе развиваются очень активно. За 40 лет мы перешли от компьютеров, занимающих комнаты, до компьютеров, стоящих на столе. А еще за дополнительные, сколько получается, 1, 2, 3, уже почти еще 40 лет, да, мы разработали, разработалось, конечно же, огромное количество новых технологий, которые привели к новым идеям. Ну, прежде всего, я хотел бы начать вот с трехмерного моделирования и заодно рассказать, чем отличается трехмерное моделирование от трехмерного проектирования. Почему так? Когда говорят о трехмерном моделировании, говорят прежде всего о создании геометрии, говорят прежде всего о создании форм, но даже слона нарисовал вот в данном случае. Но при этом то, что это слон, только вы знаете, как человек интеллектуальный, который смотрит на эту геометрию. Вы распознаете, что внешне это очень похоже на слона, у него есть бивни, у него есть уши, у него есть ноги, поэтому с большой долей вероятности это слон. Но с точки зрения компьютера, у которого нет интеллекта, слава богу, еще пока, для него выдают слон, это просто набор поверхностей, граней, цвета, точек в пространстве. Где-то точки поплотнее стоят, где-то пореже. Но что это такое, скажи ему, чем укормить вот эту геометрию, он не скажет. А ее вообще можно кормить? Не знаю. Поэтому трехмерное моделирование, это не интеллектуальное проектирование, это вообще не проектирование, это моделирование именно, когда вы делаете геометрию. И конечно же, вот из такого слона сделать чертеж, условно говоря, очень сложно. Но максимум, что сделать сечение. То есть мы скажем, окей, мы геометрию рисовываем на том-то уровне, просто отрезаем все, что выше, и смотрим на него сверху. Вот, по идее, получился чертеж слона какой-то. Но насколько он качественный, никто не знает, правильный ли. Вот. Поэтому параллельно начало развиваться, параллельно развивалось так называемое объектно-ориентированное программирование, когда объекты начали обладать некими свойствами, некими поведениями. Неким поведением. И вот очень хорошо это продемонстрировать на примере архитектуры той же самой. Ну, просто это моя вот предметная область, поэтому мне проще это демонстрировать вам. Но смотрите, когда в любой современной саппорт-системе, которая занимается архитектурным проектированием, когда вы поставили стенку, вы задали ей цвет. Цвет отделки, толщину ее, высоту. Потом, если вам захотелось встроить где-нибудь дверь, вы просто подносите геометрию двери к стенке, щелкаете, и в стенке сделается проем под дверь, вырезаются косяки, навешиваются на это все откосы различные, пороги, может быть, появились, столярка заполнилась, ручка какая будет у этой двери, она будет налево открываться, направо открываться. И далее, если вы эту стенку двигаете, дверь, она не осталась в воздухе, она начнет двигаться вслед за стеной. То есть у вас появляются некие поведенческие характеристики у объектов и у геометрии. Мало того, что она поведенческая, она еще и обладает некой атрибутикой. Дверь глухая или стеклянная, дверь налево открывающаяся, направо открывающаяся, дверь, может быть, распашная или дверь купе. И вы начинаете объектам присваивать различные-различные свойства. И вкупе с трехмерной геометрией вы начинаете фактически не моделировать уже, а проектировать. Когда вы берете типовые объекты, стена, колонна, балка, окно, дверь, кровля, конек, водосток и так далее. Вы когда их ставите в модель, она начинает жить своей жизнью, начинает жить своими правилами. И если вы что-то начинаете менять, например, меняете ту же самую, стена у вас была прямая, вы ее делали дугообразной. У вас окна по каким-то своим законам внутри этих стен переместились и изменились. Вот это уже трехмерное проектирование. И вот это уже саппор. Поэтому, когда мы говорим о софтах, которые умеют 3D моделировать, даже если вы проектируете слона со всеми внутренностями, но никто не знает, что у него внутри появилась срезенка, потому что никто не знает, что у вас появилась печень. И даже если вы сделаете сечение этого слона, вы на чертеже увидите все это, но вы не сможете рассчитать, а может ли этот слон съесть морковку и что с ним произойдет в этот момент. Вы не сможете предугадать, потому что у вас нет никаких поведенческих характеристик. Когда мы занимаемся трехмерным проектированием, когда мы работаем с объектами, у нас появляется жизнь. Жизнь этого объекта в каких-то условиях, который мы моделируем внутри программного продукта. И поэтому мы занимаемся трехмерным проектированием, моделированием ситуации. Это одно направление, о котором я хотел бы рассказать. Второе достаточно большое и интересное взаимодействие – это Big Data и база данных. Без этого никуда не денешься, потому что чем больше и чем сложнее мы объекты крутим, чем больше мы характеристик закладываем в наш объект, тем больше информации надо хранить. Ну, понятно, опять же, вот это вот здание, вот у меня здесь есть умные объекты с поведением, над ним пример здания рисован. Там есть стены, окна, двери, баллы, колонны и так далее. Вот если бы это была просто геометрия, она занимала бы, ну, то есть, вот а-ля как слон отрисовано, да, то есть без характеристик, без поведений. То эта бы геометрия занимала бы даже не в десятки, а в сотни раз меньше информации, объем информации в файле или где-либо в памяти компьютера, чем если мы начинаем накладывать на него различные поведенческие характеристики, информационные характеристики. Объем информации вырастает в десятки и сотни раз. И эту информацию где-то надо хранить. Как-то нужно оперативно обновлять эту информацию, очень быстро и оперативно ее доставать для других пользователей. Вот это и есть бигдата, умение управлять большими объемами, массивами информации без потери качества, а может быть даже и с большим ускорением. То есть компьютер за счет того, что он умеет быстрее считать, с таким справляется намного быстрее, чем человек. И хранение информации внутри баз данных – это прям такое целое отдельное IT-направление, современное. Компания Oracle на этом сделала миллионы, компания Microsoft тоже на этом сделала миллионы, а может и миллиарды, я не читал до конца. Но вот эту всю информацию, конечно, хранят внутри. И второе направление очень серьезное, которое также влияет на все, что нас окружает – это интернет и обмен данных. Потому что, научившись управлять большими объемными информациями, мы дальше научились еще и обмениваться этой информацией между друг другом посредством сети интернет, посредством каких-то сервисных технологий сетевых, практически моментально. Это, в частности, дало, например, целый пласт направлений в саппорт-системах, таких, как называемые, совместная работа над проектом. Когда мы в один и тот же проект, выкладывая его в интернет или в локальную сеть, и представив этот проект как базу данных, даем возможность разным людям, разным специальностям погружаться в один проект и работать с этой моделью одновременно. Кто-то работает со стенками, кто-то работает с окнами, кто-то работает с поэтажными планами, кто-то работает с разрезами, фасадами, отделкой фасадов и так далее. Но это на примере архитектуры строительства, опять же. Но это применимо и к машиностроению. Практически сейчас мало кто проектирует уже просто только свою детальку и больше ни за что не отвечает. Чаще всего проектируют в совокупности вместе над единой моделью самолета, единой моделью ракеты, согласуя параллельно геометрию, свойства, характеристики и так далее, и так далее, и так далее. Обмениваясь различными данными. Правильно подсказывать обмен данными между разными саппортами это самая большая проблема. Согласен. Есть такое. Но я сейчас больше по верхам проскочу. Совместно работаем над проектом. Это тоже, на мой взгляд, одно из таких фундаментальных направлений, которые влияют на систему автоматизированного проектирования, потому что впечатляет, когда у вас люди работают над одним зданием, при этом архитектор сидит в Венгрии, конструктор сидит в Москве, инженер сидит в Австралии, например, по всему миру. Они распределены, они могут привлекаться на проект на какой-то период времени. Шикарный, гениальный архитектор, он нам нужен для проектирования вот этой модели. Окей, соединились в один проект, собрались со всего мира, на универсальном эсперанто языке пообщались, но создали единую сводную модель вот этого объекта, который продуман и проработан с разных сторон. Это действительно очень серьезная автоматизация движения вперед, которая влияет на нас. Второй момент, который еще одна фундаментальная технология, которая заложена, это облачные вычисления. Тоже в какой-то степени интернет, только чуть-чуть с другой стороны, когда мы не просто обмениваем все информации друг другом, а когда мы складируем информацию в одно целое и еще там занимаемся расчетами, потому что интернет, это вот в какой-то степени, вот была в 40-х годах, когда компьютеры появлялись, появилась концепция сферы разума, неосфера Вернацкого, ноосфера Вернацкого, да, нашего советского философа, который говорил о том, что ноосфера, сфера разума, это будет следующая высшая стадия эволюции биосферы. Так вот, на мой взгляд, мы в какой-то степени живем во время, когда вот эта философия воплощается в реальность, и интернет в его представлении, это вот эта сфера разума, в которой мы можем взять какую-то информацию, а можем положить информацию, но еще и можем дать задание на анализ этой информации в вот этой вот ноосфере. Когда мы говорим, я не знаю, подскажите, как, и вам оттуда приходит ответ. То же самое, когда вы говорите, мне нужно рассчитать это здание на прочность, но у меня нет ресурсов, посчитайте за меня, пожалуйста, помогите мне, и вам посчитают, и вы получили результат. Это тоже, это вот как бы чуть другой взгляд на интернет, но с точки зрения расчетных вещей, на мой взгляд, тоже очень серьезно двигает саму по себе концепцию, сам по себе мир вперед. на движение вперед. Еще один момент, который бы я хотел бы еще на наборе таких вот вещей, которые также влияют очень сильно на саппорт, это развитие средств ввода-вывода, input-output. Это тоже такой фундаментальный момент, который мы в какой-то степени опускаем, он с другой стороны, как бы считаем во многих случаях это как естественное, но когда начинаешь анализировать истории, понимать, что наше старшее поколение, например, взаимодействовало с компьютером через перфокарты, которых там пробивали дырочки, потом засовывали, и компьютер после этого с нами общался каким-то образом. И когда у нас сейчас есть планшеты с тачскринами, когда планшеты растягиваются до состояния сенсорных столов, когда мы можем прям руками, пальцами управлять информацией, графикой на столе. Очки виртуальной реальности, я вот последнего как-то на последней выставке попробовал, это же потрясающе, когда ты надеваешь какое-то устройство себе на глаза, а тебе проецируется модель, с которой у тебя была сейчас на компьютере выполнена в трехмерном пространстве, но ты ходишь по ней, и твой мозг позиционирует внутрь этого модели, и ты можешь пойти и сделать два шага, и у тебя точно так же ты сделаешь два шага в виртуальной модели. Вы смотрите налево, вы смотрите направо, вы видите не то, что ваши глаза видят, а то, что вам проецируют виртуальные очки на глаза, в том числе, например, новую отделку объектов, или вообще вы можете выглянуть из окна и посмотреть, как у вас будет вид на ваше барбекю из вашего окошка. Это потрясающе, это тоже новый инструмент ввода-вывода информации, способ удобного проектирования, когда вы можете спрятать какие-то непонятные коммуникации за геометрию здания, не нарушая при этом композиции в целом, всеобщей. 3D-мышки, которые сейчас позволяют в трехмерном пространстве прямо ориентировать, выбил здесь 3D-мышки компании 3D Connect, хотя, конечно, огромное количество сейчас разных типов, есть в виде прицелов, есть в виде пистолетов, есть в виде электронных линейок, разные, но они позволяют вам практически руками дотрагиваться до виртуальных объектов и, например, растягивать их, увеличивать, перемещать, удалять, в конце концов, выделять и удалять. Тоже интересный способ взаимодействия с некой виртуальной геометрией, с какими-то объектами. Вообще, здесь вот не приведено, но концепция речевого распознавания, когда мы уже пытаемся, ну, у кого есть айфоны или у кого есть андроиды, вы слышали недавно, да, Яндекс объявил о создании Алисы, которая умеет общаться с вами по телефону, и даже есть ролик в интернете, как сейчас две Алисы друг с другом кладут, и они начинают ругаться друг с другом с компьютерной непосредственностью. Это же тоже интересно. Очень интересно смотреть на это, то, как меняется взаимодействие, и вы можете объяснить уже человеческим языком компьютеру, а он может тебе ответить на основе человеческого языка, тебе подсказать какие-то вещи. Тоже интересный способ вам идти. 3D-принтеры, которые появились сейчас, которые позволяют печатать любые устройства, в том числе, вот эти возможности начинают влиять на геометрию. Если раньше мы, когда создавали какой-то объект, мы думали о том, как это собрать, то сейчас нас не интересует, как это собрать, мы его напечатаем. Нас не интересует, как оно будет закреплено при вытачивании, нас не интересует, как мы их должны развернуть. Я просто учился на кафедре САПР, у нас было технологическое производство, там была целая концепция базы детали, да, то есть за какую часть детали ты закрепляешь, чтобы ее обточить с другой стороны, и потом какую часть ее развернуть, чтобы ее с другой стороны обточить. Так вот сейчас этого нету. Сейчас у вас нет этой задачи. У вас есть необходимость только ее поставить, и дальше сверху она выращивается, у вас эта модель, любой формы, любой сложности практически. Это тоже начинает влиять на возможности нашего моделирования. А еще 3D-принтеры сейчас появились на уровне здания. Тоже были несколько раз новости о том, что где-то в Подмосковье уже напечатали трехмерный дом. Ну, принтеры чуть побольше, и у них в качестве материала, печатающего это просто бетон, быстро схватывающийся. Но это тоже то, что развивает нас и расширяет наши возможности. Дополненная реальность. Я вот хотел бы ее вам показать чуть-чуть. Она дополненная реальность чуть-чуть здесь в другом контексте, но хотя бы идея. Все равно я вам сейчас покажу, и вы посмотрите. А потом чуть проговорю, где она может применяться. Но смотрите, мы на вот этот объект смотрим не через... Вот то, что мы сейчас видим трехмерное, его не существует. Он только видим нам на экране. То есть мы смотрим на это устройство через, например, планшет. Вот в данном случае показывается как будто бы эта планшетка. И вы видите, как солнце двигается по территории, как тени ложатся у вас на территорию. Вы смотрите, как у вас объект, какие варианты конструкции, если она будет белая, если будет красная. Вы смотрите, анализируете ее с точки зрения эксплуатации. Вы перемещаетесь между разными вариантами. Вы облетаете, залетаете. Вы можете делать с этим все что угодно. Этого физически не существует. Только у вас на экране происходит. Только у вас в лагаре происходит. Это тоже очень интересный способ взаимодействия. Очень применимо, конечно, проектирование. Система проектирования, когда вы можете показать то, о чем вы делаете. Но это вот один из таких примеров, когда мы показываем, как модель отображается на экране. Но еще на самом деле это хорошо, виртуальная реальность, когда вы приходите на стройку, начинаете смотреть на голые бетонные стены через планшет и видите, например, какие шторовые свисят на окнах. Какая кухня у вас будет стоять на этом участке. Какая или такая. Когда вы подходите к стене, включаете дополненную реальность и видите, какие коммуникации у вас за бетоном находятся. Потому что вы синхронизированы с физической моделью, с проектной моделью, и ваша физическая модель соединяется с физической моделью. И вы начинаете получать совершенно новый уровень проектирования, совершенно новый уровень взаимодействия друг с другом. Заказчик, пользователь, эксплуатирующая организация. И у вас очень много идей возникает вокруг всего этого. И это тоже один из таких технологий, которые могут толкнуть нас вперед и двигать нас вперед. Еще один тип данных – это облака точек, лазерное сканирование. Это вот то, чем мы в последнее время занимаемся. Нам очень нравится эта концепция, но еще не идея, а новая. У нас всегда, когда мы занимались проектированием, было два типа данных. Это линии, дуги, окружности, штриховки, какие-то объекты. А сейчас появилось лазерное сканирование. Я забыл, какой у меня слайд следующий. Ага, область применения. Но я сейчас пока выведу область применения, а расскажу, что такое лазерное сканирование очень таким простым бытовым способом. Все вы, наверное, знаете, что такое лазерная линейка или лазерная указка. Преподаватели точно с этим часто сталкиваются. Когда вы можете нажать на кнопочку, у вас проецируется некий луч, и вы видите точку на поверхности. Современное устройство позволяет не просто отправить луч туда, но и получить отражение. в обратную сторону. Вот так работает лазерная линейка. Когда вы щелкаете в поверхность, она вам возвращается, и по скорости пролета объекта рассчитывается расстояние до этого объекта. Вот лазерный сканер, это практически то же самое, только он не просто в одну точку бросает, а он бросает с неким шагом миллионы точек вокруг себя. И фактически он получает, ну, еще и современные сканеры, они получают не только характеристику расстояния, но еще и угол, цвет поверхности, от которой отразилась, плотность поверхности, которая отразилась, и так далее, и так далее, и так далее. Это называется метаданные, то есть от точки получается до 16 метаданных можно получить, потому что можно бросать не только лазер, можно бросать еще инфракрасное излучение, можно рентгеновское излучение, в зависимости от класса вашего устройства, лазерного сканирования, можно получить огромное количество информации. И в результате вы получаете вот такое вот насыщенное облако точек, я сейчас тоже покажу его вам для демонстрации, это черно-белое облако точек, фактически вы получаете трехмерную фотографию объекта, она такая рыхлая, то есть если к ней близко подойти, то она такая растворяется, потому что это все точки. Но если смотреть издалека, то это объект, который достаточно цельный, вы видите, что в нем происходит, вы видите фермы, балки и так далее, вы погружаетесь внутрь объекта, вы фактически получаете 3D-фотографию вашего проекта. А получив такую трехмерную фотографию, дальше вы можете делать то, что угодно. Задач, которые вокруг всего этого решаются, огромное количество. И областей применения, где вы это можете применять, это тоже огромное количество, потому что если мы говорим о строительстве эксплуатации каких-то инженерных коммуникаций, ну, те же самые гидростанции, то мы можем снимать геометрические показания, не разваливается ли наша гидростанция. Кстати, вот один из таких тоже примеров, Лужники. Сейчас идет реконструкция его, но вообще первая реконструкция его была, не первая, но какая-то. Это было... Накрыли чашу Лужников, накрыли такой крышей, при Лужникове это было. Проектировала эта компания московская, которая занималась... Она получила наподряд проектирование, расчет, и потом еще и контроль за эксплуатацией. Все ли, не разрушается ли, не уходит ли. И они применяли методы лазерного сканирования для того, чтобы каждый год, они даже два раза, по-моему, или три раза в год, они приходили на объект, проходили по ключевым точкам, там такие черно-белые квадраты были, в которые они стреляли лазером, и дальше смотрели, насколько они отодвинулись от расчетных характеристик. И они очень гордились тем, что за почти 15 лет эксплуатации объект не отодвинулся даже на 1%, меньше 1% было смещение объекта, конструкции, то есть это очень высококачественный проект получился, очень высоконадежный объект получился. Так вот, это одна из областей применения. Можно создавать цифровые модели для реконструкции мониторинга, можно создавать цифровые модели для реставрации анализов фасадов, например, высоких зданий. У нас есть, например, модель МГУ, и так просто туда людей отправлять, чтобы проверять все эти здания, всю поверхность и проползать. Это, конечно, огромное количество усилий. А когда у нас пролетает дрон и снимает информацию с фасадов с помощью лазерного сканирования, потом мы сидим на компьютере обрабатываем, это, конечно же, отличный пример, как можно автоматизировать эту работу. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, если говорить о блоках точек, то, конечно, областей применения у них очень много, очень много идей, а там еще возникает задача по распознаванию поверхностей, по распознаванию отсечения мусора, по векторизации всего этого изображения в виде двухмерных либо трехмерных моделей. Еще один класс, который, конечно же, может нам существенно повлиять на нашу проектную деятельность и движение вперед. Ну, это как бы технологии, я сейчас перечислил вам. А вот далее, вот закончить бы свою лекцию, мы уже много читали, большая лекция получилась, чуть-чуть закончить я хотел бы отдельными примерами развития саппор-систем. Когда вот эти технологии, когда задачи объединяются в нечто цельное, и получается некое принципы работы, когда у вас появляются некие области работы, когда вы уходите от двухмерного черчения к трехмерному проектированию, вот как раз меня тоже в чате спрашивают, какие примеры, что можно было сделать, нужны инженерные расчеты, какие-то примеры интеграции, архитектуры инженерных систем. Собственно, вот со следующего этапа я на это проступлю, но чуть-чуть хотел бы рассказать о геоинформационных системах, тоже такое одно из направлений, которое очень интересно, мы все привыкаем начинать пользоваться Яндекс.Картами, различными картографическими сервисами, когда вы можете вплоть навигаторами, которые вы едете по трехмерной модели вашего города, и вам еще и прокладывают маршрут, куда ехать. Кстати, с дополненной реальностью тоже очень интересный момент был бы здесь. Вот, но на самом деле есть у подобных систем, геоинформационных систем, есть, конечно, очень нехорошие проектные применения. Например, когда проектировала Сочи, вот, спортивный комплекс на Олимпиаду, то никто не мог предугадать, там, за пять лет до этого мероприятия, сколько будет людей, сколько, какой транспортные маршруты построить, где организовать остановки, где организовать парковки, и так далее, и так далее, и так далее. И все это в свое время рассчитывалось и проектировалось с помощью специальных математических моделей, выполненных в геоинформационных системах. Когда с такой-то долей вероятности у нас будет такое количество людей, на такое-то мероприятие, значит, будет нагрузка на остановки в такой-то пик времени, такой-то, значит, нам нужно увеличить количество автобусов настолько-то, развозить их так-то, когда они закончились, их по гаражам развести вот таким-то, и так далее, и так далее. Вот эти расчеты тоже очень часто выполняли с помощью геоинформационных систем и объединения информации. Фактически здесь работает что? Здесь работает бигдата, здесь работает растровая и векторная работа, здесь математические модели выстраиваются, людских потоков, и обмен данных. Вот такое объединение новых участков. Хотя сейчас есть идеи вообще это автоматизировать до состояния, «А давайте вот мы здесь попробуем построить мост, и как у нас изменится геооблик нашего города, по крайней мере, вот этого района». Это тоже одна из задач, которая решается с помощью современных САПР, с помощью современных геоинформационных систем, и, конечно же, там вручную, это в разы сложнее проектировать подобные вещи. Вот как раз тот вопрос, когда вы спрашивали, как увязывается между собой архитектура и инженерная коммуникация, сейчас развиваются, я говорил, что в архитектуре это порядка, как минимум, 15 специальностей в рамках здания, сейчас нет таких систем, которые могли бы все 15 специальностей собрать в одну модель, живую модель, которую вы все меняете, она вся меняется. Но появляются технологии, которые позволяют вам создавать отдельные модели, трехмерные информационные модели, их называют BIM, Building Information Modeling, информационное моделирование зданий, или трехмерное проектирование, по-разному называют эту технологию. Но вы можете в рамках специальности создавать свою часть, например, архитектуру, вы можете создавать электрику сейчас с помощью наших софтов, отопление, безопасность системы прорабатывать, видеонаблюдение, то есть как у вас камеры берут, не берут человека, зашедшего в подъезд, система безопасности в плане контроля, поля утечки газа, например, и тому подобных вещей. Но все это можно собрать в одну такую трехмерную модель, в водоканализация, слабые токи и конструкции. А потом с помощью, опять же, Big Data, с помощью обменных открытых стандартов FSC, формата FSC, собрать это в единую сводную модель. А потом еще, получив, так как это, я вам говорил, что это сейчас уже не геометрия, чистая геометрия, а это объекты с поведенческими характеристиками. И поэтому можно сейчас, ну вот если мы собрали электротехническую модель, мы поставили источники света, мы поставили розетки, мы поставили какие-то потребители, чайники, условно говоря, или станки. Но за счет того, что мы это собрали, эти объекты все имеют некую поведенческую характеристику, мы можем узнать, что произойдет с этой системой, если будет ток короткого замыкания, или что будет с этой системой, если в нее долбанет молния, что будет с этой системой, если мы повесим еще один станок, хватит ли ему напряжения, не сгорит ли наш щиток. Мы можем имитировать различные ситуации, мы можем имитировать различные поведения, моделировать поведение модели, и как она себя будет вести для того, чтобы принять правильное проектное решение. Вот как они в данном случае с собой связаны, как они все в одну цифровую модель понимают. Смотрите, это связывается через единый формат, называется он сейчас IFC. Вот у меня это на слайде нет, но вот OpenBIM, если наберете в интернете технологию названия технологии, вы найдете очень быстро эту информацию. Смысл в том, что сейчас на уровне гражданских объектов нет софта, который мог бы анализировать поведенческую характеристику всего здания целиком. То есть вот я сейчас собрал 7 специальностей в одной модели, а потом архитектуру изменил, у меня не будет изменяться автоматические отопления, у меня не будет изменяться вода, хотя по идее должно быть, но этого не будет. Сейчас технология не на том уровне, электрика и тому подобное. Она просто просигнализирует о том, что архитектура изменилась, и проанализирует Казанова свою электрическую часть, инженерную часть. Но в рамках своей специальности, в рамках архитектуры, я могу автоматизировать проверки различные и находить, например, по инсоляции расчеты проводить. Я могу в рамках электрики проводить расчеты электротехнические, все необходимые для электрики. В рамках отопления буду считать отопительную часть, буду знать, каким мне нужно поставить насосы для того, чтобы воду доставить на 14 этаж, теплую воду, и оттуда выкачать холодную, охлажденную воду. И так далее, и так далее, и так далее. То есть в рамках специальностей у вас появится возможность работать на более качественном уровне. На уровне сводных моделей у вас появляется возможность поиска автоматизированного коллизий, анализа информации. И за счет того, что у вас объекты еще обладают характеристиками, за счет того, что это не чисто геометрия, а еще геометрия с информацией, то есть я могу электрику, загрузив в архитектуру, выделить светильник и узнать, кто производитель этого светильника, какая сила освещения, какой номинальный ток в нем течет и так далее, я могу уже обмениваться не просто геометрией, я обмениваюсь информацией. И это уже BIM, это не разрозненный САПР. Если бы я передавал только геометрию, это была бы САПР. Как только я начал передавать информацию уже, это уже BIM. Но BIM тоже не самодостаточен. Вот как раз пример того, что электротехническая модель содержит все расчетные характеристики внутри объектов. Каждый объект обладает своей поведенческой характеристикой. Я могу каждый из этих объектов, каждый кабель выделить, я узнать загрузку лотков могу, я могу узнать, какой состав электрощитка у меня и так далее, так далее, так далее. Все достаточно подробно знать и обмениваться этой информацией со своими коллегами по соседним специальностям. Но это еще вот GIS и BIM, объединенные в единую базу данных, и вы получаете BIM уже еще одного уровня. Вот понятие BIM сейчас это тоже такое распутчатое понятие, потому что под BIM подразумевают создание как архитектурной модели, например, то есть одной специальности, одной части по зданию, так и сводная модель всего здания целиком. И под BIM сейчас еще и подразумевают что-то типа города. Когда вы создаете модель всего, ну вот в данном случае это строительная площадка, да, нефтеперерабатывающая станция, промышленный объект. Но здесь каждое здание – это вот отдельный BIM. В условиях, вот земля, которая здесь лежит со всеми коммуникациями внутри, это GIS, ну или если это говорим о эксплуатации, то это GIS, а если говорим о проектировании, то это трехмерная модель рельефа земли, да, с генпланом, с сканами, трехмерными моделями изысканий. Но это все увязано, все в единое целое, в единую базу данных. Мы можем в любой момент отключить, например, отображение насосной какой-нибудь отдельного здания, или подгрузить другой вариант этой насосной, как она вписывается в нашу конструкцию. А сверху на эту модель накладывать различные аналитические тоже моменты. Графики строительства, коллизии, расчеты характеристик, монтажная информация, как смонтировать это все, эксплуатационные характеристики и так далее, так далее, так далее. Фактически у нас получается живая модель какого-нибудь участка. Мы когда разговариваем, причем, опять же, фантазия человеческая, пока еще, ну, IT-технологии чуть отстают от фантазии человека, это я вам точно говорю. Но вот на уровне промышленных объектов это уже сейчас можно. Мы заводим уже такие модели, такие проекты. Ну, последнее, я встречался с НИИ Генплана Москвы, и руководители говорят, а мы хотим нечто похожее только на уровне города. Мы хотим, чтобы это было не... И тут отличие существенное от ГИСа чем заключается? В том, что ГИСа общается все-таки, оперирует линиями, ну, примитивыми двухмерными. Они могут трехмерки распространены, привязаны к ней атрибутикой. Но BIM-модели, они оперируют объектами уже. То есть у них есть окна, двери, стены, дороги, тротуары, деревья со своими характеристиками и поведениями. И вот люди говорят уже о том, что нам бы хотелось видеть целый город на этом уровне, чтобы нам нужно было... Чтобы мы видели, где у нас находятся городские коммуникации, сети по-городские, чтобы мы знали, когда их нужно менять, когда их нужно эксплуатировать, когда их можно заменять. Ну, та же самая Тверская, например, улица не в виде чертежа на ткани, да, тушью выполненная в цвете, а в виде трехмерной модели, хранящейся на серверах, и в котором вы имеете доступ вот по щелчку. Дай мне доступ. И я получил доступ ко всей информации текущего состояния Тверской улицы, например. И буду знать, что мне, например, надо на этом участке провода заменять на новые в связи с тем, что они уже выходят из эксплуатации. Или лампы, или щитки те же самые, или насосы менять и заменять. Вот. Еще одно из таких больших крупных направлений, в котором это все развивается. И здесь я хотел бы тут отдельно подчеркнуть. Если до этого, когда я говорил о Building Information Model, я говорил прежде всего о проектировании, то когда мы говорим о информационной модели объекта промышленного, например, или города, то мы говорим прежде всего о проектировании в меньшей степени. Мы говорим о строительстве этого объекта, и мы говорим об эксплуатации этого объекта. Потому что если у нас завод какой-либо, по территории которого ездят автобусы со своими остановками, и это громаднейшие территории, исчисляемые десятками тысяч километров, то, конечно же, нам нужно знать, что у нас происходит в нашем объекте. И тоже есть опыты, тоже есть примеры таких систем проектирования, эксплуатации. Это уже система эксплуатации, когда вы накладываете, внутри вашего реально построенного объекта есть контрольно-измерительные приборы, которые собирают информацию с объектов. Один из примеров таких очень ярких заправки, топливной заправки АЗС по стране Венгрии. Венгрии рассказывали о таких системах, о том, что они хотели автоматизировать работу компании BP в Венгрии, у которой по всей стране разбросаны заправочные станции, им нужно в оперативном режиме управлять заправкой бочек на АЗС. Для этого им нужна была некая информационная модель, которая в реальном времени отображает текущее состояние объектов эксплуатации. В частности, на бочках стоят датчики, которые контролируют расход бензина, топлива, внутри бочек. И дальше сообщает оперативно, сообщает в некую централизованную базу данных, что расход такой-то идет, с таким-то долей прогнозирования она закончится к такому-то времени. И после этого машина разрабатывает маршрутные листы для дозаправочных станций, машин, которые ездят по стране и вовремя оперативно заполняют бочки, сокращая простой АЗС. Соответственно, это деньги, это движение. Вот еще одно из направлений, большое саправское направление, которым развивается, в котором можно двигаться. Еще, буквально три еще технологии развития в машиностроении, кратко о нем расскажу. Генеративный дизайн – это новое модное направление, которое рассказывает о том, как с помощью компьютерного интеллекта выйти на, ну, возможности компьютерных обработки данных, выйти на новые формы, более экономичные, менее затратные по материалам. Это вот пример как раз эволюции какого-то узла металлоконструкции с лево на право. Изначально это то, что было нами спроектировано как человеком, который продумал, что такая геометрия должна быть. А потом, с помощью компьютеров, проводя анализ на прочность, проводя анализ на материалов, характеристиками которыми обладает, проводя анализ работы этого узла, как он будет эксплуатироваться от узел, из этого объекта отрезается все лишнее, сокращая расход материалов и получая совершенно новые формы. Обратите внимание, насколько сильно левая сторона отличается от правой стороны модели, от одного к другому. Соответственно, получение новых технологий. Но такой же похожий очень подход сейчас существует в архитектуре. Он называется алгоритмический дизайн, когда у вас за дизайн, общий дизайн конструкции отвечает робот, который генерит сечение, который автоматически создает конструкции и потом меняет их в зависимости от новых условий. То есть архитектор только задает форму, общую форму, а уже конструкцию прорабатывает компьютер. Ну вот на примере вот этих вот грибов, которые вроде бы не сложны, но с точки зрения изготовления каждый профиль – это очень сложная геометрия, которую нужно каким-то образом потом выпилить, которую каким-то образом надо собрать. Вот за всю вот эту вот механику, технику отвечает компьютер, а архитектор просто задает правила, алгоритм, как это все должно происходить. Тоже одно из таких новых направлений, очень модных. Это продолжение органического дизайна, алгоритмический дизайн. Ну и последняя тема, которую я хотел бы затронуть, это развитие в машиностроении, то, что сейчас называется четвертая промышленная революция. Ну, известно, что было три промышленных революции, я вот сейчас на экране эти периоды вывожу, да. Каждая из этих революций сопутствовала с каким-то инновационным технологиям, которые в тот момент появились. Первая промышленная революция – это водяные паровые двигатели, это ткацкие станки, это механические устройства, которые привели к более качественному производству, да. Вторая промышленная революция – это энергия, сталь, это связь, которые привели к созданию железных дорог, улучшили логистику, разделение труда, потому что можно было привлекать людей, находящихся очень далеко от работы. Третья промышленная революция – это как раз применение компьютеров в программном обеспечении, это конец 20 века, там, в 1920-70-е годы. Как раз автоматизация робототехника. То есть у нас сейчас все машины там проектируются с помощью роботов, создаются с помощью роботов, ну, на нормальных производствах, я имею в виду. Они отвечают за покраску, они отвечают за... за объекты. И вот сейчас выходит на первый план то, что это в какой-то степени маркинговый термин. Четвертая промышленная революция в области хай-тек – это одна из хай-тек-стратегий Германии. О том, что мы после там какого-то периода времени, в ближайшее время, мы выйдем на совершенно новое производство, совершенно новый класс объектов, проектирования, производства. Я сейчас расскажу, в чем он заключается. У нее предпосылками являются как раз вот многие те технологии, которых я вам сегодня рассказал. Это дополненная реальность, big data, это роботы автоматизированные и устройства печати и производства. Это дополнительные такие вещи, как облачные вычисления, это интернет вещей, возможности трехмерного моделирования. Вот это все собралось в одно целое и получилось следующее. Что такое концепция четвертой промышленной революции? В чем она заключается? Заключается она в том, что мы сейчас анализируем, берем и анализируем то, как у нас сейчас устроено производство. Как у нас разрабатываются конструкции объекты? Как у нас, какая технология производства этих составных деталей? Как у нас происходит подготовка и запуск производства? То есть какие цеха, какие технологические линии? Как у нас происходит производство наших объектов? Как у нас происходит обслуживание этого производства? И дальше мы делаем на компьютере цифровой двойник текущего процесса. То есть мы на компьютере моделируем не объект производства, а само производство. Мы делаем полную, это тоже состоит из четырех частей, цифровой двойник изделия делаем, цифровой двойник технологического процесса, цифровой двойник производства, и дальше это все анализируем. Не знаю, почувствовали сейчас вот вы силу процесса. По сути, вы делаете на компьютере модель того, как у вас будет все производиться. вы не делаете объект, а вы делаете, как вы его будете производить, на компьютере имитируете. А компьютер вам показывает, что если вы деталь такую-то возьмете, из такой-то стали, то и возьмете вот такой-то резец, который будет ее обрабатывать, то в процессе, например, после 10 минут непрерывной обработки, этот резец сломается. Вам предсказывается какая-то доля вероятности. Вы говорите, окей, а если я такую сталь возьму? А с такой-то сталью эта деталь будет обрабатываться с таким-то, с такой-то срок. А если вы возьмете вот такой-то станок, то с таким станком эта обработка детали на 10% выгоднее получается, быстрее по времени, например. И вы начинаете на компьютере моделировать, как вы будете производить. Вы имитируете процесс. Преимуществ, конечно, у этого огромное количество. Это сокращение времени выхода на рынок, потому что вы уже заранее предусмотрели многие вещи, которые потом, в отличие от классического производства, вы придумали, что надо сделать, потом сделали опытную линию, на опытной линии нашли какие-то проблемы шероховатости, устранили, перенастроили, поняли, что, ой, а мы вообще неправильно пошли, нужна другая сталь и так далее. Здесь вы все это промоделировали на компьютере, поэтому время выхода на рынок, вам не надо ждать, когда вам привезут новый тип стали, или разработают, а вы сразу ее можете с такими характеристиками продумать, промоделировать на компьютере. У вас повышается гибкость, потому что вы сразу говорите, а что если мы сюда поставим не такой станок, а вот такой станок, но еще будем выпускать еще три детали дополнительных, другого типа чуть-чуть. Ну и вообще в целом эффективность, повышение эффективности. И это на самом деле очень круто, потому что по опыту других компаний, вот завод Siemens, например, уже запускали. Понятно, что нет еще производств, которые целиком сидят на подобной технологии. Это сейчас у себя там Mercedes, я знаю, внедряет подобную технологию, BMW, по-моему, внедряет подобную технологию на отдельных участках. Не всю машину, но какие-то отдельные участки, какие-то отдельные детали, которые можно было бы таким образом производить. Siemens, которая вот одна из компаний, которая в этой технологии участвует, в развитии этой технологии участвует, они говорили, что они производили некоторые контроллеры с помощью вот таких технологий, и они благодаря вот этому моделированию проработали порядка тысячи вариантов продукции, вот этих контроллеров, вариаций, на одной и той же технологической линии. 75% работ поручили роботам и станкам, компьютерам для проработки. Они каждый объект оснащали RFID-меткой, так называемой, да, радиоиндификационной меткой, которая рассказывала, на каком этапе каждый элемент находится и сколько времени затрачивается на его производство в реальном времени, ну, вот такими роботами, потому что человека-то практически нету. Они в день записывали о производстве порядка более 50 миллионов объектов, но все это имело одну определенную задачу. Качество выпускаемой продукции у них 99,9 фактических периодов. То есть очень высокий процент, очень малый процент брака, очень высокий процент качественной продукции. Вот ровно ради всего этого весь этот процесс и запускается. И то, что они сейчас получают с помощью как раз вот этих вот современных технологий, которые у нас происходят, это впечатляет. Когда это рассказывают, когда это показывают, это, конечно, начинает совершенно по-другому ломать мозги, уводить нас от BIM, от нужно или не нужно. Это нужно, этим нужно заниматься, в этом направлении нужно двигаться и это внедрять. Вот так я потихоньку плавно на таких вот позитивных нотах подошел к заключению. Что хотел бы в заключении сказать? У меня нет выводов. Как бы ни парадоксально это звучало, я много всего рассказываю, я много всего показывал, но выводов как таковых у меня нет. Я еще раз напоминаю, что САПР – это одна из самых консервативных IT-отраслей. Многие вещи мы пока только в голове прорабатываем, очень многие вещи мы пока ждем, когда, ну, потенциально, да, красиво и интересно, можно было бы это использовать. Но мы подождем, мы посмотрим. Пусть сначала другие отработают. Но вот этот момент я тоже бы не хотел бы упускать. Нам всем надо находить некую золотую середину. Но вот эта анекдотическая ситуация, когда есть технологии, которые вам позволяют вывести вас на совершенно новый уровень, на совершенно новое производство, а вы от них усиленно отмахиваетесь со словами «Мне не знаю, когда я буду другим заниматься», оно не должно быть такого. Потому что надо взаимодействовать. Нужно развиваться, нужно внедрять новые технологии, изучать, придумывать, как их можно применять к себе. В конце концов, именно в этом у нас и заключается преимущество нашего развития, инноваций и технологий, которые, мне кажется, и должны приносить нам какую-то пользу и качество. Вопросы-ответы. Я вышел на час 45. Я надеюсь, мне Павел разрешит это сделать. Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить. Все материалы, которые я предоставляю, они доступны. Кстати, про BIM я так и не показал ролик, как это все происходит. Я вот сейчас запущу, пока у меня вопросы будут идти. Там параллельно на экране будет крутиться вот этот раз BIM-модель, где архитектура и инженерная коммуникация ввязаны между собой. BIM подразумевает одну цифровую модель объекта на весь жизненный цикл, а этого пока нет. Согласен абсолютно, Людмила Сергеевна, абсолютно с этим согласен. BIM – это сейчас скорее концепция, скорее идея, направление, в котором мы двигаемся, которая заставляет... Она просто не может возникнуть сама по себе баб на это за один щелчок. Должно быть некая процессная процессная подход. Но сейчас то, что сейчас этот процессный подход проходит, это да. Вот смотрите, это как раз это здание наше 14-этажное. Это здание в Ярославле, оно уже построено. Мы воспроизводили, мы не проектировали по BIM-технологиям, там архитектура и конструкция были по BIM-технологиям. А мы инженерные коммуникации воспроизводили, доказывая их необходимость. Вот как раз облака точек здесь есть. Смотрите, это тепловой пункт выполнен с помощью облаков точек и выведен сейчас на экран. По ним можно пройтись. И для того, чтобы не воспроизводить ее, например, а взять типовое решение, мы ее вставили сюда и смотрим, как она взаимодействует с нашей инженерной моделью. Ну, и BIM-моделью. В общем, ну, конечно, здесь вопросов еще очень много, и задач есть много. Вот. Ролик закончился. Если есть вопросы, готов ответить. Надеюсь, что было интересно. и я не знаю, как дальше поступать. Все вопросы были заданы по ходу. Мы еще, конечно, подождем минутку, но вижу, что народ уже начал активно благодарить. Это значит, что вопросов, видимо, уже нет. Ну, что ж, я хотел бы поблагодарить тоже со своей стороны Дениса Жигина, которым я знаком уже, наверное, лет 20. Будем его еще приглашать. Мне самому очень понравилась его сегодняшняя презентация. Он повелся очень скромно, не стал рекламировать свою компанию, сделал больше обзор. Я думаю, может быть, в следующий раз он больше расскажет именно о своей компании точечно, чтобы у него тоже был интерес в этом ведении этих вебинаров. Так, вот. Ну, вообще, на самом деле, интерес, извини, перебил, прошу прощения. Вот, ту информацию, которую я сейчас выложил, я копил какой-то период времени, и мне очень было интересно работать над этой лекцией, чтобы собирать это все единое целое. Вот, бывает такая фактически необходимость, когда информация, которая давит тебе на мозг, ее нужно в каком-то образе собрать в одно целое и выдать, выплеснуть ее наружу. Вот, я очень рад, что у меня получилось. Мне кажется, что получилось. Вот. О продуктах-то наших вы можете на сайте прочитать, и мы сейчас съездим на кат-шоу по всей стране, всех приглашаем, мы там расскажем. Вот, в частности, да, в Екатеринбурге я буду на кат-шоу в понедельник. Людмила Сергеевна, я хотел бы ответить по поводу хотелось бы узнать много большего. Это, в некотором смысле, мои страхи реализовались. Я попросил Дениса больше рассказать обзорных вещей, потому что, ну, вот так сложилось, что не был уверен, что наша аудитория нормально воспримет сразу очень специфические вещи, да, но если есть такая необходимость, мы пригласим Дениса еще раз и, например, во втором семестре, и он тогда расскажет больше о нано-каде конкретно и о тем, чем они занимаются, и о их свежих разработках. Вот, коллеги, спасибо вам большое, а я забыл вам в начале вебинара дать, как всегда, две ссылки на наши следующие два вебинара, вот они, первый из них пройдет в понедельник, это Константин Николаевич Костюк, наш генеральный директор, прочтет очередной свой вебинар «Формирование электронно-книжных ресурсов на текущих образовательных рынках, издательские тренды и стратегии», а второй вебинар в треке Софьи Багдасаровой, второй вебинар наш про Википедию, который называется «Как определить, что в Википедии ошибочная информация?» «Википедия и ложь, как определить, что в Википедии ошибочная информация?» Вот я хотел бы, чтобы на эти вебинары вы тоже бы зарегистрировались и посетились. Не успел проститься с Денисом, еще раз его благодарю, все было очень круто, и спасибо, что вы досидели, не часто у нас бывают вебинары почти на 2 часа, но судя по тому, что аудитория уменьшилась всего лишь на какие-то 15%, значит, вам было интересно. Ну что ж, коллеги, я с вами прощаюсь, встретимся на новых вебинарах, и я надеюсь, что с Денисом мы тоже будем дальше контактировать и приглашать его. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok